Ситуация вокруг новой канализационной станции в Астане не успокаивается. В этот раз жильцы домов, расположенных вблизи скандального объекта, провели встречу с чиновниками. Они просят прекратить строительство объекта вблизи жилого дома или перенести его на другую территорию. Главный аргумент – станция может привести к экологической беде. Стороны за и против выслушал Мураджакиев. Жители Астаны уже полгода требуют остановить строительство крупной канализационной насосной станции. Сооружение возводится в спальном районе Астаны по улице Кубызбекова, причем с нуля и вблизи жилых домов. Вместо обещанного сквера здесь сейчас активно строят новый городской коллектор, хотя компания застройщик, как говорят жители, обещала на месте нынешней стройки зеленый оазис. Вы куда смотрели, когда выставляли вот этот стенд, чтобы будет красота, чтобы будет сквер? Вы куда смотрели? Почему вы допустили такое, чтобы они их обманули наглым образом? Станцию должны были построить еще в 2007 году, но мешал частный сектор, который располагался на этой земле. Правда, спустя годы ветхие жилые постройки снесли, а по соседству с участком, как грибы, начали появляться многоэтажки. Однако новоселов не предупредили об этом. Сейчас местные жители недовольны тем, что очистное сооружение возводится рядом с их домом, причем всего в нескольких метрах от дворов и детской площадки. Созданы красивые многоэтажные дома, а теперь в их центре строится КНС, который неизбежно будет источать запах. Фильтры не спасают от этого. Надо устранять саму причину возникновения неприятного запаха, то есть удалять полностью оттуда осадок. Но в КНС таких больших размеров ежедневно этим заниматься очень сложно и очень дорого. Активисты запустили коллективную петицию. В ней не требует установить скандальную стройку, поскольку в данном районе находятся не только жилые дома, но и социальные объекты. Люди опасаются экологических последствий. Теперь квартиры в этом районе теряются в цене, говорят они. Кто мне это возместит? Я кролик, что ли, подопытный, жить под горшком? Чтобы мои дети этим дышали, чтобы у нас по квартирам крысы бегали. Это нормально? Канализационную станцию строят в 270 метрах от главной водной артерии Астаны. Местные жители опасаются, что в случае аварии опасные отходы станции могут загрязнить устья реки и стоки Ишима. А вот чиновники все же стоят на своем и не видят оснований для того, чтобы прекратить стройку. Решения принимаются технически, работниками, принимаются инженерами, проектировщиками. Остановите стройку! Чтобы остановить, должно быть основание. Есть основание? Есть основание! Какое? Мы против этого неоснования. Строительство станции началось летом, однако местные жители обращались в Акимат задолго до того, как на объекте стали проводить работы. Коллективные письма по этому поводу в местные органы направляли неоднократно, однако от чиновника поступали только отписки, утверждают активисты. Вот и в этот раз жители надеялись увидеть на встрече зам Акима Астаны, но, как и в прошлый раз, отсчитываться за ведомство пришли те же самые лица. По поводу строительства КНС. В 22-м году вам предоставлялось разрешение. Разрешение на строительство было получено. Велись работы по строительству напорного коллектора. Не самой КНС. На самой КНС стройка не велась, ввиду того, что там находились объекты недвижимости, которые требовали выкупа и сноса. Эти объекты выкупа недвижимости были снесены в мае. Люди уверены, что компания, которая возводит станцию, начала работать без разрешения, однако, как утверждает в Астана Геймплане, проект прошел государственную экспертизу, а все работы начаты с разрешения местных исполнительных органов. Жители района намерены идти до конца и хотят добиться, чтобы эту проблему лично обратил внимание Аким Астаны, Женес Касымбек. Мураж Жахеев, Аскар Айткенов, Атамикен Бизнес.